Наглядные уроки И возьми себе железную доску И поставь ее, как бы железную стену, между тобою и городом И обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его Это будет знамением дому Израилеву Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева По числу дней, в которые будешь лежать на нем Ты будешь нести беззаконие их И я определил тебе годы беззакония их числом дней Триста девяносто дней Ты будешь нести беззаконие дома Израилева И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок И сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина День за год, день за год Я определил тебе И обрати лицо твое, и обнаженную правую руку твою На осаду Иерусалима И пророчествуй против него Вот, я возложил на тебя узы И ты не повернешься с одного бока на другой Доколе не исполнишь дней осады твоей Возьми себе пшеницы и ячменя и бобов и чечевицы и пшена и полбы И всыпь их в один сосуд И сделай себе из них хлебы по числу дней В которые ты будешь лежать на боку твоем Триста девяносто дней ты будешь есть их И пищу твою, которую будешь питаться Ешь весом по двадцати сиклей в день От времени до времени ешь это И воду пей мерою По шестой части гина пей От времени до времени пей так И ешь, как ячменные лепешки И пеки их при глазах их на человеческом кале И сказал Господь Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой Среди тех народов, которым я изгоню их Тогда сказал я О Господи Боже! Душа моя никогда не осквернялась И мертвичины, и растерзанного зверем Я не ел от юности моей до ныне И никакое нечистое мясо не входило в уста мои И сказал он мне Вот, я дозволяю тебе Вместо человеческого кала Коровий помет И на нем приготовляй хлеб твой И сказал мне Сын человеческий Вот, я сокрушу в Иерусалиме Опору хлебную И будут есть хлеб весом и в печали И воду будут пить мерою и в унынии Потому что у них будет недостаток в хлебе и воде И они с ужасом будут смотреть друг на друга И исчахнут в беззаконии своем Размышления, часть первая Игрушечный суд Книга пророка Иезекииля Четвертая глава с первого по восьмой стих Иезекииль начинает свое публичное служение С наглядной проповеди Которая ясно изображает Божий суд над Иерусалимом Пророк на глазах у народа Играет войну Лепит из глины осаду города Железная доска Символизирует стену между Богом и Его народом И показывает, что ничто не помешает халдеям захватить город На протяжении 390 дней Иезекииль, связанный веревками Лежит на одном боку А потом еще 40 дней на другом Этим он указывает на то, что Израиль и Иудея Бунтуют против Бога уже более четырех веков Все это делается, чтобы продемонстрировать Как долготерпелив был Бог все эти годы И как глубоко народ ранил его сердце Слава Богу за то, что Он долготерпелив И скор на прощение Уделите сегодня время для размышления о своих личных грехах И покайтесь в том, какую боль вы причинили Богу Размышления, часть 2 Хлеб и нечистоты Книга пророка Иезекииля, 4 глава, с 9 по 17 стих Бог повелевает Иезекиилю взять пшеницы Ячменя бобов, чечевицы, пшеная полбы И из этой бобово-зерновой смеси печь себе лепешки на огне Которую он будет топить коровьим пометом Все долгие месяцы, пока Иезекииль демонстрирует осаду Ему позволяется съедать всего 225 граммов такого хлеба в день Это его единственная пища Столь крошечная пайка и стремительно ухудшающееся состояние Иезекииля Красноречиво говорят о голоде и страданиях, которыми будет сопровождаться падение Иерусалима Такое бедствие постигнет их, потому что грех и бунт против Бога не проходят бесследно Иерусалим – это город, избранный Богом Но если Бог покидает его, он оказывается столь же беззащитен, что и любой другой Нет такого места, где можно было бы укрыться от Божьего суда Молитесь и говорите сегодня, пока не поздно Пусть города и страны обратятся к Богу Молитва Отец Небесный, спасибо за Твое долготерпение грехам нашим Благодарю Тебя за крест, который несет прощение и укрывает нас от суда По справедливости нам причитается наказание Но крест, который несет прощение, укрывает нас от этого суда Господи, пожалуйста, помоги нам Быть глазом истины в этом мире Во имя Иисуса Христа я молюсь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok